Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий интересный вопрос, судя по всему, от молодого человека, который интересуется, за какие совершенные прегрешения человеку будет запрещено поступать в духовную семинарию, а также принимать сан. Знаете, заочно в духовной семинарии учатся даже те, кто сан принимать не будет. Пономарии, ипподиаконы, ну, надо сказать, ипподиаконы чаще всего сан, конечно, принимают. Просто благочестивые миряне, которые хотят получить хорошее духовное образование. Многие из них, ну, не многие, некоторые, действительно имеют канонические препятствия к рукоположению. Но это не значит, что ты не можешь получить духовное образование. Допустим, твоя супруга или ты сам уже были в первом браке. То есть этот брак или для вас обоих, или только для нее, или только для тебя второй. Согласно канонам, человек второбрачный рукоположиться не может. Он может получить духовное образование, быть замечательным миссионером, катехизатором у себя на приходе, или даже в объемах целой русской или украинской православной церкви. Уступать на телеканалах, записывать духовно-просветительские видео на телевидении, на радио. Может быть, даже на этом портале. Но рукоположение тебе, конечно, не светит. Естественно, человек, совершивший убийство, тоже священником быть не может. Тот, кто пролил кровь другого человека. Даже если ты ехал по МКАДу, и вдруг кто-то с разрешенной скоростью 100 километров, и вдруг кто-то решил перебежать дорогу в неположенном месте. Или просто кто-то выехал на встречку, на твою встречку, и погиб при аварии с тобой. Если ты соучастник аварии со смертельным исходом, то если ты священник, то тебя запросто, согласно канонам, могут отправить в заштат, в запрет, и служить уже не будешь. А если до рукоположения, то, значит, не светит оно тебе. Поэтому не осуждайте те батюшки, которые ездят с водителями, потому что многие из них действительно боятся стать невольным участником ДТП со смертельным исходом. Но другая тема. Возвращаемся к тому, что может нам помешать рукоположиться. Блудное сожительство. Даже если ты потом женишься на этой девушке, она будет матерью твоих детей, и вы будете хранить друг другу верность, это будет твой первый опыт. И последний. Все равно это является каноническим препятствием к рукоположению. В общем, интимная сфера и пролитие крови. Охотиться на животных, в принципе, я вам тоже не рекомендую. Хотя это не является запретом к рукоположению. Это запрещено для священнослужителей. Но мне кажется, мы уже живем в ту эпоху, когда на животных охотятся чисто ради развлечения какого-то первобытного. Не для того, чтобы обеспечить свою семью пищей. В общем-то, пожалуйста, магазинов достаточно много вокруг. Найти диетическое, не мясо без антибиотиков, тоже, в принципе, без проблем можно найти, если прямо горит желанием. Но, опять же, это уже немножко другая тема. Так что, вот такие дела, друзья. Если вы хотите получить богословское образование и служить Госуду Богу именно у престола, с крестом, в облачении, то храните целомудрие с школьных лет, и старайтесь не умыть свои руки в чьей-либо крови. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.